Всем приветище, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, Юри Котс. Мы сегодня посмотрим обновление по игрушенцы Stranded Deep. Это версия Experimental 0.37 и готовился я к ней при помощи консольных команд. Да, как я уже говорил, обновления мы показываем только с ними, потому что собирать с нуля все эти ингредиенты, компоненты, ресурсы, это как-то, ну, вообще не алло. Поэтому тут уж просьба понять и простить, как говорится. Ну что, давайте начнем, наверное, с малого. Нужно сразу отметить, что убрали грипп, но зато разнообразили солнечное влияние на нашего персонажа и добавили тепловые волны. Есть у нас теперь своего рода ультрафиолетовый индекс, он у нас показывается на дисплее наших часов. Вверху справа, UV. Сейчас написано, что типа высокая. Изначально у нас стоит температура по Фаренгейту, я выставил по Цельсию, это можно сделать в настройках, и у нас температура 33 с лишним градуса, 7, ну, практически 8 часов утра. Немножечко меня здесь покоцали, потому что тут есть и крабы, и змеи, в общем-то. Вон один, кстати, крабешник у нас ходит. Но я немножечко забинтовался и стало чуть-чуть полегче. Давайте мы, наверное, с вами сразу сейчас сохранимся, чтобы не было никаких проблем. Как же работает этот индекс, друзья? Дело в том, что есть своего рода как бы ступенчатая система, то есть 1,2 это низкий уровень, низкий индекс. Есть 3,5 умеренный, 5 часов нам дается для того, чтобы мы с вами восстановили свое здоровье. 6,7 это высокий, 4 часа дается для того, чтобы мы с вами спрятались либо в тень, либо использовали, а что использовали, я сейчас скажу немножечко попозже. 8,9 очень высокий индекс, дается всего 2 часа, и 11 с плюсом это экстремальный. 1 час нам дается для того, чтобы спасти свою задницу. Как это можно сделать? Добавлен эффект солнечного ожога и удален эффект статуса теплового удара, еще который тоже, кстати, отображался на часах где-то вот здесь. Статус эффект. Смотрите, ребят, здесь у нас растут алоэ, это новое растение, которое добавили в игру, давайте я возьму просто сейчас чистую руку, вымытую, и выглядит вполне себе неплохо. Кстати, текстурка, ну как для этой игрушки, очень даже ничего, мы можем его вот так вот сорвать, если мы его сожрем, мы немножечко подлечимся, но мы можем вылечить себя только от одного загара. Если мы хотим предотвратить солнечный ожог, нам необходимо создать мазь из алоэ, и находится она теперь в медикаментах, выглядит вот так, но для этого нам необходим один кокос, прям вот в кожуре, и, конечно же, непосредственно сам алоэ. Давайте я вам покажу, как это выглядит у нас в самом инвентаре, вот она у нас лежит, это текстурка, значит, этого алоэ. Возьмем сейчас кокосик, перейдем сейчас в медикаменты, вот таким вот образом, нажмем, и вуаля, у нас готов вот такой вот фреш из алоэ и кокосового молока. Если мы его сожрем, то типа немножечко подлечимся, пока, правда, я не до конца понимаю, как это работает. 9 часов утра, кстати, пик всех этих болячек, которые возникают из-за солнца, может быть у нас с 10 утра до 3 часов дня, ну или после полудня, как принято говорить. Ну, в принципе, все достаточно неплохо. Теперь новость, очень, кстати, офигительная. Я думаю, что она вам понравится, потому что все этого очень сильно ждали. Изменена структура кода игрока для поддержки нескольких игроков в игре в будущем. Вы понимаете, что это значит? Это значит, друзья, что в игрушку будет добавлен мультиплеер, и это очень круто. Кроме того, изменены часы, я так понимаю, что будет возможность подключать вот этот вот дисплей часиков на какое-нибудь свое устройство, которое будет находиться у вас на руке. Возможно, это будет Android или iOS, я не знаю, но понял я это все именно так. Если вы не верите, вы можете почитать в Steam, прямо вот где у нас обновление по этой игрушке, все это там пишется. Ну, понятное дело, что пофиксили еще какие-то баги, все это как бы, ну, стандартная типа работа разработчика, но я думаю, что об этом говорить не очень интересно. Как я уже говорил, у нас будет вишенка на торте, самое-самое-самое классное. Ребят, у нас с вами здесь есть три босса в игре. Это акула, да, та, которая нифига не мегалодон. Это абая, угарь или мурена, ну, такая средненьких размеров. И это гигантский кальмар. Так вот, в этой игрушке теперь можно создать вертолет. Ребят, вертолет, и он даже летает. Но, дело в том, что часть запчасти у нас открывается только после того, как мы пройдем все эти три миссии. Убьем акулу, убьем абаю и убьем кальмара. С акулы у нас падает двигатель, с абая у нас падает рама для этого вертолета, и с кальмара у нас падает винт. Давайте для того, чтобы не быть многословным, перейдем сейчас вот в этот вот раздел и увидим, что здесь у нас есть рама, сиденье, собственно, двигатель, панель управления этим самым вертолетом и сам винт. Так вот, судя по всему, боссов, разработчик мягко нам намекает на то, что боссов будет здесь пять, а не три. Сейчас есть акула, абая и кальмар, но две детальки, это, я так понимаю, панель управления и сиденья, они доступны без убийства этих самых боссов. Но, скорее всего, ну, так написано в стиме, что разработчик добавит еще двух. То есть, вот таких вот фортов, вышек, их будет, скорее всего, пять. Они будут играть, естественно, ключевую роль в сюжете игры, это очень хорошо. Солнце, соответственно, будет тоже играть ключевую роль в сюжете игры, потому что нужно будет постоянно от него прятаться, где-то в тень какую-то искать, делать себе всякие мази из грязи. В общем, ну, как-то так придется выживать. Я, например, жду, не дождусь нетерпением, когда в этой игрушке будет мультиплеер. Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. И у меня к вам еще есть один вопрос. Хотите ли вы, чтобы мы сейчас начали прохождение этой игры, но в стабилке? Или, может быть, даже в эксперименталке уже с вертолетом и с убийством всех этих боссов? Просто хотелось бы действительно дождаться стабилку, когда 0.37 экспериментал перейдет в стабильную версию, и уже с наименьшим количеством багов мы могли бы с вами начать повыживать. Но мультиплеер добавить не знаю. Мы знаем, сколько эта игрушка находится в раннем доступе. Может быть, это будет год, может быть, два, а может быть, даже через полтора месяца всего лишь навсего. И ждать как бы недолго. Давайте приступим к постройке вертолета. Я все раздобыл, всех убил. Как мы убивали боссов, я вам показывал в прошлый раз, но все это тоже происходило с консольными командами. Ну, чтобы просто понять, как он выглядит, где он обитает, что для этого нужно делать. Там еще трофеи у них различные выпадают. Так вот, из этих боссов, акулы, абаи и кальмар, выпадает как бы две составляющие. Это часть от вертолета и трофей, соответственно, с частью тела этого самого монстра подводного. Перейдем сейчас опять сюда и начнем, пожалуй, с рамы. Устанавливаем здесь рамку, нужно найти какое-нибудь место, чтобы у нас все это красивенько здесь стало. Да, вот так, наверное, вот здесь и поставим, да? Смотрите, опа, пули, есть у нас рамочка вот такая вот. Теперь возьмем, наверное, с вами сидушку. Тоже установим ее сюда. Все становится, ребят, на свои места. Видите, в центре у нас отображается прогресс. Насколько уже построено, насколько построено данное транспортное средство. Переходим опять сюда. На этот раз возьмем, наверное, панель управления с вот таким вот проводочком. Видите, он так, оп, обвивается и уходит туда, куда, где двигатель. Возьмем сейчас и поставим еще и двигло. Двигло это очень важная тема, без него мы никуда не полетим. Да мы вообще без каждой детали никуда не полетим. Ну что, ребят, в принципе, он практически достроен. Остается только поставить нам винт. Он достаточно большой. Вот таким вот образом все это мы с вами поставили. Ну, смотрите, не прелесть ли, ребят? Очень круто выглядит. Он небольшой, компактный. У него сзади есть вот такие вот как бы крылышки. А сзади на двигателе есть винт. Есть наверху винт. Тут педали. Наверное, это не педали. Это просто подставки для ног, потому что нафига они нужны. Есть вот, собственно говоря, штурвал, панель управления. И даже ремни безопасности, смотрите, прорисованы на сиденье. А сиденье выдрано из какого-то сраного катера, которых здесь очень много валяется. Ну, мне так кажется. Вот, кстати, еще алоэ у нас растет. Можно его тоже будет сорвать. И, собственно, выдвигаться в путь. Возьмем ручонку. Фонарик мы ставить никуда не будем. Я, пожалуй, сохранюсь. Ну что, ребят, пришло время его протестировать. Давайте попробуем. Скорее всего, это будет очень шумно. Садимся мы сейчас на него. Поднимаемся мы с вами пробелом. Ой, как хорошо. Ой, как пошло. Значит, поворачиваем мы с вами при помощи А и Д клавиш. Вот таким вот образом. Поднимаемся, как я уже говорил, пробелом. А если вы хотите опуститься, например, на меньшую высоту, то это контрол. Я сейчас в данный момент делаю это правым контрол. Ну что, давайте попробуем перелететь на какой-нибудь другой остров и куда-нибудь обратно. Просто чисто протестируем, как это все у нас с вами работает. Ориентироваться по курсу можно, скорее всего, по вот этой вот натяжке, которая держит у нас винт и крепится к носовой части нашего гирокоптера. Так он называется на английском языке. В стиме, во всяком случае, так указано. Ну что, слушайте, прикольно. Это летит. Хотелось бы, конечно, посмотреть на себя с видом от третьего лица, но игрушка не позволяет этого, к сожалению, делать. Можем посмотреть просто на один пустой вертолет. Значит, я пробовал эту штуку сажать на воду и ничего не происходит. Как только вертолет проваливается в текстуре воды, мы не можем от него даже избавиться. Мы не сможем нажать ей и с него слезть. Ну, вы можете попробовать, конечно же, сами в эксперименталке или с консольными командами. Но, блин, у меня ничего не получилось, а пробовал я целых два раза. Короче, он просто брыкается там ногами на глубине с этим вертолетом. Смотрите, есть перегрузка, видите? Начинают мигать красным лампочки. Это значит, что мы, наверное, набираем очень большую высоту и этого не нужно делать. А может быть, это просто эффект такой, знаете, чтобы нас, типа, чуть-чуть порадовать. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас припыхаемся сюда, возьмем какой-нибудь кокосик. Ну, типа, у нас есть цель. Просто представим, что у нас с вами есть цель. Мы сейчас подлетим сюда, что-нибудь здесь возьмем и будем отсюда сваливать. Кстати, его налое еще есть. Вот будем представлять, что мы прилетели за ним. Смотрите, тень вертолета тоже у нас имеется внизу. Нажимаем control. Садимся. Аккуратненько. И выходим. Выходим, 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 выходим. Замечательно. Ребят, замечательно. То есть, теперь можно намного быстрее пересекать вот эту вот водную гладь или не гладь от острова к острову. Потому что, ну, моторный катер, мне кажется, он все-таки помедленнее идет. Моторный плот. Ну, плот с мотором, с парусом точно идет медленнее. А вот с мотором... Ну, тут нужно сравнивать. Но мне все равно кажется, что вертолет как-то будет побыстрее. Ну, типа, что? Забираем мы такие алоэ. Забираем мы такие себе алоэ. Давайте посмотрим, что у нас там по жизням. Не хватает нам водички. С сосном у нас все хорошо. Еда. Ну, типа, в порядке. Жизни тоже как бы все неплохо. Давайте попробуем взять бинт. Перебинтоваться я не могу. Но у меня один раз получилось это сделать, между прочим. И, смотрите, с моей рукой стало все в порядке. Я только сейчас это, кстати, заметил. Можно немножко покушать. Давайте здесь, наверное, сядем. На дорожку, как говорится, посидим и отправимся обратно. Нож я не делал. Я по-быстрому сделал вот такой вот камешек. Есть у нас банка с бабами. Забираем ее. Выбираем. Кушаем. Ничего не выкидываем, ребят. Все ложим в карман и выкинем. А, у нас не осталось никакой банки. Ну, короче, просто так. Такие, знаете, нравоучения. Если вдруг у вас возникнет желание насрать где-нибудь на улице и выкинуть этикетку от мороженого, просто никогда этого не делайте. Вспомните этот видос. Ну, хотя бы, я не знаю. Или просто молодцы, если вы сами и так этого не делаете. Ну что, ребят, будем теперь отсюда отправляться. Может быть, поискать здесь какую-нибудь грушку для того, чтобы ее съесть и восполнить запасы водички. Потому что с водой у нас есть проблемы. Акустиков я здесь никаких, к сожалению, не вижу. Но мы просто обследуем этот остров. Предположим, что мы играем, ну, чисто так, вот, знаете, по фану, как говорится. Вон, кстати, кокосец там растет. Я его, пожалуй, заберу. Очень низко, кстати. Растут у нас кокосы. Это очень хорошо. Удачный остров. Это я хорошо заглянул. Ну, здесь... Да, я могу даже вот этот вот забрать. Но нужно повыше подняться как-то. Ладно, не будем мы этого делать. Сейчас я проверю, есть ли здесь какие-нибудь груши. Вот еще кокосец висит. Какие-то низкорослые пальмы. Карликовые, я бы даже сказал. Нет никаких груш. Поэтому, ну, будем считать, что мы с вами все выполнили. Давайте теперь отсюда убираться. Полетим на какой-нибудь остров. Может быть, назад. А может быть, на какой-нибудь остров. Там, где есть камни. Вы же помните, что здесь есть такие острова. Что насчет того, чтобы его поперетаскивать, спросите вы? Да, его можно перетаскивать. Его при желании можно будет даже вот так поднять. Как, в принципе, и все в этой игре. Акулы, плод и... Да вообще все, в принципе. Кроме текстур, которые здесь запланированы разработчиком. Это типа катера. Вот эти бочки, которые здесь лежат. Ну, в целом... В целом все это можно делать. Давайте попробуем поставить его здесь на мели. Взлетит ли он отсюда? Не будет ли какой-нибудь багулечки с водичкой? Потому что водички тут совсем чуть-чуть есть. Ну, если я его туда кину, то я точно никуда не взлечу. Это факт. Наверное, разработчик это все предусмотрел. Ну что, ребят, садимся. Поднимаемся. Да, он поднимается. Все вполне неплохо. Все вполне себе неплохо. Ну и летим на какой-нибудь остров. Я не уверен, что мы будем лететь на тот остров, где мы с вами были. Давайте возьмем курс на вот этот. Я вижу, что там есть скалы, огражденные различными деревьями. Возможно, нам удастся сесть на эти самые скалы. Так, перегруз, тихо, спокойно. Нам не нужно падать. Может быть, это влияние ветра, типа, на наш вертолетик маленький, самодельный. Не знаю. Я вот пока не понял, что это такое. Но подниматься можно... Нет, наверное, это все-таки предельная высота. Скорее всего, это предельная высота. Мы не можем подняться выше. И нас об этом уведомляют вот таким вот сигналом. Блин, мы будем очень долго лететь. Что-то мне так кажется. Часики я не могу достать, потому что мы держимся одной рукой за раму, второй рукой за свой штурвал. А вы о чем подумали? Нормально все, летим. Могу смотреть по сторонам. Там у нас солнышко, там у нас нет солнышка, облака. Наверху у нас крутится винт. Руки туда, естественно, вставлять не нужно. Голову тем более. Слушайте, не так-то и далеко, в общем-то, лететь. Я так думаю. Мы половину... Я бы сейчас с удовольствием оглянулся бы назад, но я боюсь, что не смогу этого сделать. Так, поднимаемся повыше. Что-то мы падаем. Слушайте, нормальная тема вообще, да? Если разработчик добавит еще два существа... Интересно, кстати, делайте ставки, господа, как вы думаете, кто это такой у нас будет. Обязательно пишите об этом в комментариях, кого они хотят еще добавить. И есть два варианта. Вот на ваше усмотрение, как вы думаете, кого добавит на этот раз разработчик. Напоминаю, что у нас есть с вами акула, которая почему-то называется мегалодон. Это абайя. Это мурена. И кальмарчик. Ну, достаточно, кстати, больших, внушительных размеров. Как вы думаете, сможем мы приземлиться сейчас сюда? Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Спокойненько. Ой, сколько хлама на этом острове валяется. Я хочу. Я очень хочу сюда приземлиться. Но получится ли у нас это сделать? Я всегда думал о том, что должен быть какой-то способ сюда подняться. И мы его с вами, ребят, получили. Тихо, поднимайся, поднимайся, поднимайся. Разворотик. Нужно отцентрироваться. А это очень тяжело сделать. Но управление прикольное, кстати. Оно достаточно удобное. Так, нажимаем Ctrl. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поднимаемся, поднимаемся. Первая попытка у нас оказалась неудачной. Я, кстати, тут вижу даже вон ящик с правой стороны. Вон он там лежит. Вот точечка у нас беленькая прямо на него наведена. Но мы его брать уже не будем. Потому что сегодня серия у нас не об этом. Так, хватит меня шатать здесь. У нас скоро вечер. Нам нужно быстро закончить наше телодвижение. Смогу ли я сюда... Это очень тяжело, ребят, сделать на самом деле. Но я это сделал. Вы только посмотрите. Вот он наш вертолет. Вот он я. Мы находимся с вами очень высоко. Было бы неплохо, чтобы здесь, на этой высоте, можно было бы построить дом. С площадкой для вертолета. И тогда было бы очень круто. Ну что, ребят, вот такое вот у нас получилось обновление. Я очень надеюсь, что вам все понравилось. Я от вас жду в комментариях предположения о том, кого еще хочет добавить разработчик. Я жду от вас предположений или каких-нибудь реакций, эмоций насчет того, что разработчик планирует добавить сюда мультиплеер. Ну и, естественно, ответ на мой вопрос. Хотите ли вы, чтобы мы с вами начинали снова выживание новое в Stranded Deep сейчас? Или дождемся, когда версия Experimental 0.37 перекочует стабилку? И уже тогда это все дело делать. Если все понравилось, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Юрий Кот. А пока, мои хорошие, всем до новых встреч и до новых видео. Скоро обязательно увидимся.